Лукашенко готов сотрудничать с Украиной, Зеленский рассказал об условиях завершения войны, а в СУ перешли все красные линии, которыми пугал Путин. В эфире Нехта самые важные и интересные новости к этому часу. Судьба Крыма должна решиться в ближайшие 20 лет. Кто должен контролировать полуостров? Скандальное заявление польского министра. Украина перешла все красные линии Путина. В НАТО рассказали, что будет, когда ВСУ ударят дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ. Я бы не исключил, что Российская Федерация попробует демонстративно что-то подорвать. Зеленский назвал четкие условия для завершения войны и опроверг публикации западных СМИ о заморозке конфликта. Что в планах Киева? Найголовнейший теперь решучесть реализовать. Друзья, всем привет. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. В ходе российского контрнаступления в Курской области погибло как минимум 20 гражданских. Все они жители Курской области, которые не эвакуировались из региона. Об этом рассказал представитель созданной в регионе украинской комендатуры Алексей Дмитрошковский. По его словам, армия РФ целенаправленно била по своим же людям в надежде ликвидировать ВСУ. Кстати, по словам Дмитрошковского, российское контрнаступление остановлено. В то же время украинские военные показали жителям Курской области фрагменты программ российских федеральных каналов, где в прайм-тайм обсуждают ковровые бомбардировки российского приграничья. Это какой канал? Считаю, что нам необходимо после того, что... Первый, последнюю неделю в Курской области сделать такое возмездие. Вот надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровым, понимаете? Не даром... Кстати, я надеюсь, что к этому и готовится, потому что не даром столько эвакуации. Не будем... Иначе к чему эвакуировать столько тысяч людей? Я с вами согласен. Я с вами согласен. Нет, это мое желание. Пока я не виноват. Ну, говорили на короче, который день в эфире. Если брак обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится, так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. Это вообще ужас. По словам представителя украинской комендатуры в Курской области, гражданские смогут покинуть территорию, если Москва и Киев договорятся открыть зеленый коридор, который будет работать под наблюдением международных организаций. Напомню, МИД Украины уже обращался к ООН и к Красному Кресту с просьбой присоединиться к гуманитарным миссиям на территории Курской области. В Кремле были этим очень возмущены. В то же время с военным экспертом и экс-сотрудником службы безопасности и контрразведки Украины мы поговорили о том, каким бы мог быть финал украинской операции в российском приграничье. Судя с той раскладкой, которую я сейчас вижу, попробовать, конечно, попробовать по возможности захватить Глушковский район Курской области. Украина пробует это сделать. Дополнительные два места прорыва еще есть. Задача какая? Попробовать взять в окружение эту группировку, потому что она, кстати, еще усилилась за последние пару недель перебросом через речку 7 дополнительных сил. Попробовать затрофеить ту технику, те боеприпасы, которые там находятся, а для Украины они очень важны и станут очень большим подспорьем. После этого, мое глубокое убеждение, с гордо поднятой головой под звуки украинского гимна торжественно спустить флаг Украины над городом Суджа, выйти с территории Российской Федерации и последний наш солдат, который будет выходить, еще обернется и скажет, а если что, мы сюда еще вернемся. В таком случае Украина вырует большое количество бонусов разнообразнейших, пленные российские, есть техника за трофейные боеприпасы, есть подспорья нашим военным, политические цели достигли, Россия слабая, Россия не может защитить себя, ушли непобежденными. Я очень боюсь, чтобы эта Курская операция не стала для Украины что-то вроде телемарафона. Вот он есть и есть, пусть будет, а какая цель? Ну какая разница? Главное, что он есть, главное, что он работает. Вопрос будущего Крыма и его деоккупации можно было бы отложить на 20 лет. К тому же полуостров можно было бы передать под мандат ООН. Такое мнение выразил польский министр иностранных дел Родослав Сикорский. Он к тому же называет большой ошибкой Запада слова, сказанные в свое время украинцам о том, что в Крыму не надо было воевать. По мнению Сикорского, даже незначительная, а вернее символическая борьба на территории Крыма могла бы повлиять на Путина. И он бы не решился на войну на востоке Украины. Крым символически важен для России, особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями и так далее. И мы могли бы отложить это на 20 лет. Напомню, что Крым находится под российской оккупацией уже более 10 лет. Полуостров стал для российской армии настоящей военной базой. По разным подсчетам осинтаналитиков, на территории Крыма сейчас находится несколько сотен военных объектов. К тому же теперь земли полуострова стали еще по сути предметом торга внутри РФ. В Москве решили выдавать земельные участки так называемым героям СВО и тем, кто заключит контракт с Минобороны РФ. Подписчики нехта неоднократно иронизируют, что эти участки должны быть размером полтора на два метра. А что вы думаете о судьбе Крыма и каким образом его необходимо деоккупировать, военным или же дипломатическим? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Война в Украине не может быть заморожена. Об этом заявил Зеленский, когда вновь заговорил о плане победы Украины. Тем самым украинский президент фактически лично опроверг одну из недавних публикаций Bild, в которой говорилось о том, что среди пунктов плана победы Киева есть заморозка войны и локальное прекращение огня. Найголовнейший теперь решительность реализовать. Нема и не может быть никакой альтернативы миру, никакой заморозки войны или каких-то других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап. Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины. Как ранее рассказывала команда Нехта, Зеленский в конце сентября должен отправиться в США и там передать план победы Украины не только нынешнему президенту Соединенных Штатов Байдену, но и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. Напомню, что в Киеве обещали представить общественности план победы уже после того, как этот проект увидят партнеры Украины. По данным Голоса Америки, 25 сентября у Зеленского запланировано выступление на Генеральной Ассамблее ООН. В дальнейших переговорах о мире в Украине должна участвовать Россия, говорит министр иностранных дел Словакии Юрай Бланер и добавляет, что с этим согласен и его украинский коллега глава МИД Андрей Сибига. Кроме того, по словам Бланера, Словакия поддерживает Украину в ее стремлении стать членом ЕС, однако при этом в НАТО Украины не должно быть. Министр Словакии объясняет свою позицию так. Взгляды на членство Украины в НАТО у нас расходятся. Думаем, что членство в НАТО будет создавать дополнительные конфликты, но мы уважаем право Украины выбирать свой путь. Это право имеет каждая страна. В то же время Сибига считает, что вступление Украины в НАТО является настоящей гарантией мира. Напомню, что прежний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считал возможным приглашением Украины в Североатлантический альянс до саммита НАТО, который пройдет в 2025 году в Нидерландах. НАТО не станет стороной конфликта, если Украина начнет наносить удары дальнобойным западным оружием по территории РФ. В этом уверен генсек альянса Янс Толтенберг. Он в очередной раз вспомнил красные линии Путина, которые уже стали мемом. Напомнил, что Иран и КНДР, которые передают ракеты и дроны РФ, участниками конфликта не стали. Он и раньше объявлял много красных линий, и он не пошел на эскалацию, что также означало бы непосредственное вовлечение союзников по НАТО в конфликт. Он не сделал этого, потому что осознает, что НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире. Тем временем издание РБК «Украина» со ссылкой на свои источники пишет, что удары дальнобойными ракетами по территории РФ встряхнут российское население, и реакции именно населения может быть болезненной для Кремля. Напомню, что по данным ряда западных СМИ, Киев уже получил разрешение бить по военным объектам на территории РФ дальнобойным оружием. Однако это решение не озвучивалось публично. Какой может быть реакция Кремля на первые высокоточные удары Киева? Этот вопрос мы также обсудили с бывшим сотрудником контрразведки Украины. Я бы не исключил, что Российская Федерация попробует демонстративно что-то подорвать. Взять какой-то маленький боезапас. Ну, условно, маленький. Я не говорю мегатонны, килотонны, ну что-то, не знаю, там, размером, не знаю. В три раза меньше, чем, например, ядерная бомба «Малыш», которая была спрошена там на Японию. Поставить её, окружить безочисленным количеством видеокинокамер самых разнообразнейших, и снять этот взрыв в режиме HD, в качестве HD. В чём фишка? Последнее ядерное испытание, которое было проведено на земле, но наземное, это, если не ошибаюсь, были 60-е годы. Последнее подземное испытание Советский Союз произвёл в 90-е или в 91-м году. И вспомните, видеокадры ядерного взрыва, они все в лучшем случае плохого качества цветные. А представьте себе, что через 60 лет новый взрыв, но он снимается на современные гаджеты, и человеческий глаз может видеть этот ядерный взрыв во всех деталях, во всех подробностях, и, возможно, это может ужаснуть, по задумке России, западных друзей, и они могут испугаться дальнейшей эскалации. Израиль должен немедленно прекратить своё незаконное присутствие на оккупированной палестинской территории в течение 12 месяцев. Соответствующую резолюцию с данной формулировкой накануне приняла Генассамблея ООН. За проголосовали 124 страны, воздержались 43, против 14 государств, в том числе сам Израиль и США. Тем временем в сети сейчас активно обсуждают очень короткое видео премьер-министра Израиля Нетаньяху. По данным Reuters, это заявление может говорить о начале новой масштабной операции против боевиков Хизбаллы на территории Ливана. Я уже говорил это раньше. Мы безопасно вернём жителей Севера в их дома. И именно это мы собираемся сделать. Израиль National News сообщает, что Генштаб Израиля уже утвердил план наступления на Ливан. Израиль также сообщил США о готовящейся операции в Ливане, но без подробностей, передаёт CNN. Тем временем Иерусалим Пост пишет, что израильские спецслужбы арестовали иранского агента, который планировал убийство Нетаньяху, министра обороны Израиля Галланта и директора службы общей безопасности Роны Набара. Лукашенко заявил о своей миролюбивости во время встречи с заочно осуждённым к 15 годам лишения свободы главарём так называемой ДНР Пушилиным. Публично самопровозглашённый подтвердил, что режим и далее готов сотрудничать с псевдореспубликой. При этом Лукашенко говорит, что сотрудничать готов и с Киевом. Абсолютно на таких принципах готовы сотрудничать и с Украиной, поэтому не надо тут на нас накатывать, наваливать. Мы люди миролюбивые. Напомню, о своей так называемой миролюбивости Лукашенко заговорил важный для белорусов день. 19 сентября 1991 года белокрасно-белый флаг и герб погоня стали государственными символами Белоруссии и оставались над символами до незаконного референдума 1995 года. Сейчас же Лукашенко, который принимал свою первую президентскую присягу под этим флагом, буквально охотится внутри страны на тех, кто считает БЧБ-флаг культурным кодом нации. Друзья, спасибо вам за поддержку. Вы наша опора. Я напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от НЕКТа ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах. Или на платформе ИКС. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова